Привет, ребята! Новый влог, и этот влог будет просто офигенный, потому что сейчас я поеду на дачу. Но прежде хочу вам показать некоторую распаковку. Так, ребят, недавно прислали вот такой пылесос Dreamy Bot L10 Pro, да. Сейчас мы будем его тестировать, и мне очень нравится то, что он чёрный. Открываем коробку. Я уже её открыла немножко, потому что мне было интересно. Здесь вот такая вот инструкция. Очень много всего. Будем сейчас разбираться, но я думаю, что здесь ничего сложного. Здесь прям сразу нарисовано, что где тут этот бак для пыли, который он соберёт в итоге, как подключить, станция вот эта для зарядки. Так что сейчас будем делать обзор на пылесос. Здесь у нас дополнительная тряпочка. Да. А, да, он с влажной уборкой. Ой, супер. То есть сюда наливаешь водичку, тряпочка намекает и вытирает пыль. Ой, какой красивый. Здесь бочонок для пыли и мусора, который он в себя заглатывает, так скажем. На самом деле робот-пылесос это просто тема, потому что кажется, что вроде дома не грязно, но он столько пыли собирает вообще. Ну, здесь рассказывается, как вытащить туда-сюда. Вот, красиво. Кстати, мне написали, что у этого робота-пылесоса, у этой модели конкретно, видишь, что даже нарисовано, есть какие-то эти лучи. Ну, понятно, он с датчиками. Да, и так интересно. Это какие-то заглушки. Да, это заглушки. Их надо снять перед использованием. Ой, мне так нравится, какой он красивый, черный. Да, вообще очень стильный, знаешь. Сейчас мы просто вам показываем, что внутри вообще. Это щеточки, видимо, их подключаешь, ну, в смысле, присоединяешь там внутри, и они все это собирают в себя. Вот, и что у нас осталось? У нас остался док-станция. Остался. Это, собственно говоря, домик. Домик для нашего пылесоса. У него здесь тоже есть датчики, которыми он видит, что куда кого. Где его домик? Да, что, будем подключать? Конечно. Давай. Вот он уже поехал чистить. Нам срочно нужно намусорить. Это прям мелкие штуки. Конечно, я их сейчас сломаю в никея. Хотя они тут большие. О, пошло дело. Смотрите, как он. Профессионально, а? Ой, какой молодец. Ну, видите? Ой, он так интересно едет. Он прям видит, наверное, мусор такой откровенный, знаешь? Кстати, вот, ребят, видите? Он сейчас изучает нашу квартиру. То есть, я думаю, что он дальше поедет. Видите, здесь такой этот выход куда-то. Я думаю, что он как раз сейчас разберется, поймет, загружается. Потому что мы его первый раз сейчас включили. Очень удобно наблюдать. Как раз видно, где он проходил. Вот здесь как раз, где мы намусорили. Он тут хорошенько покрутился. Сейчас он туда еще поедет. Потому что, видите, какими он зигзагами моет. Убирает. Если вы еще сомневаетесь по поводу того, нравится вам такой пылесос, не нравится, я вам скажу самые важные факты, которые лично для меня играют огромную роль. У этого пылесоса двухлинейная лазерная навигация. 3D-стерео-интеллектуальный обход препятствий. То есть, он замечает ваши тапочки, стул, стол. Также здесь есть влажная уборка. Это пылесос и швабра в одном. Непрерывная уборка 2,5 часа. И когда он закончит убираться, он сам автоматически вернется на подзарядку. 270 мл это емкий бак для воды с электронным управлением. У мусорного бака емкость 570 мл. И также большая емкость бака для воды. 270 мл. Поскольку он может непрерывно убираться 2,5 часа, он может убрать площадь до 250 квадратных метров. Вы прикиньте. Для того, чтобы включить робот-пылесос, вам понадобится приложение, которое вы с легкостью сможете скачать на любой телефон, Android, iPhone. И в этом приложении можно нарисовать в вашей квартире, доме, область, где вы хотите, чтобы уборка проходила более тщательно. Или только там, например. Также здесь есть технология шумоподавления. То есть, пылесос, ну, можно сказать, вообще не громкий. И не будет мешать вам как-то отвлекать от работы или от каких-то других дел. Пересекает барьер 2 сантиметра. Он легко может проехаться по вашему ковру и не будет считать, что это какая-то стена. Мне очень понравился этот пылесос. И я всем рекомендую приобрести, потому что с ним станет жизнь намного проще и приятней. Когда вы приходите сразу в чистый дом, вы можете запустить пылесос даже когда вас нет дома. Если вам понравился этот пылесос, я оставила ссылку в описании под этим видео. Обязательно зайдите, посмотрите. Это может стать отличным подарком и для себя, и для кого-то из ваших близких, родных или друзей. Я думаю, что вы уже заметили. Хотя, может быть, и нет. Мои волосы стали темнее. Вчера я ездила в салон. У меня была процедура счастья для волос. Тонировка. Потемнее сделали, потому что у меня концы были уже такие смылись. Ну, не сильно, конечно. Все равно не было прям белых каких-то волос. Но вы же помните, что когда-то я была блондинькой. Не хочу это вспоминовать. Ничего не получилось. Вот, поэтому я потонировала волосы, чтобы был один тон, и мне очень нравится. Любуюсь постоянно. И немножко кончики подстригли. Я уже, в принципе, собралась, готова выходить, ехать на дачу к дедушке. И солнышко, слава богу, выходит. Потому что буквально, не знаю, минут 30 назад был дождик. Я в этот раз на дачу ничего особо прям не везу. Вот, я думала прям заморочиться, вещей набрать, еще что-то. Но в итоге, в итоге решила ничего не брать. Кроме пылесоса, скорее всего. Вивочки. Ну и просто каких-то вещей, типа одежды, умывалки всякие. Но это как обычно. Буду скучать по фаллауту. Погода отстой. У нас с Илочкой будет просто пипец, какой сегодня путь. Долгий, далекий. Потому что сейчас нам надо заправиться. Заехать на рынок. Потом заехать к папе моему. Забрать. Ему пришла посылка. Корма всякие кошачьи. Которые надо отвезти на дачу к дедушке. Потом мы едем на дачу к бабушке. По дороге на дачу к дедушке. И потом. Только потом. Я не знаю, мне кажется, что мы приедем вообще ночью. Поэтому нам срочно нужно выходить. Ребят, вы сейчас просто офигеете. Сегодня такой какой-то день вообще странный получился. В общем, какой был у меня план. И расскажу, что я уже сделала из своего плана. По моему плану. Мы с Евгеной заезжаем на заправку. Это я уже сделала. Потом заезжаем на рынок. Покупаем продукты. Мясо, шашлык. Вот это, что будем жарить. Овощи. Вино. Всякого. Потом заезжаем к папе на работу. Он находится недалеко как раз от того рынка, на который я планировала заехать. И туда уже заехала. Все закупила. У меня там куча всего. Там, там, там. Короче, много всякого вкусненького взяла. Заезжаем к папе на работу. И берем из его машины корм кошачий. Собственно говоря. Потому что дедушка кормит пушка нашего кота, который на даче с самыми какими-то интересными кормами. Которые не во всех магазинах продаются. И их папа, там, да, или Юля, жена моего папы, заказывает в интернет-магазинах. Их привозят. Так не люблю, когда не показывают поворотник. Поворотник, особенно там, где он обязательно нужен. Короче, я пишу папе то, что... Йоу, мэн! Я сейчас еду на рынок, и потом сразу к тебе. На что он мне пишет то, что... Черт! Что-то сегодня не удалось. Корм остался в другой машине. Он приехал на работу на другой машине. И он такой, ладно, типа, ну ты сможешь поехать на дачу через меня? Там небольшой крюк придется сделать. Я такая, твою мать! А я понимаю, что этот небольшой крюк, на самом деле, очень большой. Потому что так мне на даче было ехать, типа, час десять. А в итоге, когда я поставила от рынка маршрут до дачи с заездом к папе, я вышла два часа с чем-то. Ну, типа, на сорок минут больше. Ну да, может, не сильно прям огромный крюк, но нормально все равно. Он такой, типа, ну, короче, заедешь, я тебе с телефона открою машину, багажник возьмешь, ну, этот корм кошачий, вот эти баночки. Я такая, окей. Я, короче, на рынке все уже закупаюсь, туда-сюда, предвкушаю долгую поездку. И он мне такой заинтый, типа, оооо, что-то не открывается, я ключи с собой забрал, что-то, короче, заедь, возьми ключи. Я заезжаю к нему, беру ключи. Слава богу, я еще с рынка не уехала и так далее. Ну, в общем, сейчас я уже еду к нему домой. Там дома Юля, жена папы. Я почему всегда говорю, жена папы, потому что кто-то мне написал, типа, ой, как-то странно, зачем ты так говоришь, жена папа. Ну, а как еще сказать? Я, ну, в своем телеграмме рассказывала, что Юля офигенная, я ее очень люблю, она очень классная. У нас всегда были хорошие отношения, никогда не было каких-то там чего-то, не знаю, наоборот, всегда мы очень рады друг друга видеть, ну, искренне, честно. И Юля очень классная. Ну, просто, чтобы вы знали, я же не... Ну, как мне еще сказать? Ну, если она действительно жена папы, ну, типа... Вот, она сейчас дома, сейчас я заеду к ней. И я планировала сегодня заехать к бабушке. Но я не знаю, может быть, мы это сделаем на обратном пути, потому что Юла просто сходит с ума. Во-первых, я ее, как всегда, она очень поздно встает. Вся в маму, в папу, наверное, даже больше. Она, наверное, даже пописать еще не сходила и попить воды, поэтому сейчас мы заедем как раз к папе домой. Юля нальет нам водички. Да? Подписень там у нее где-нибудь на коврике. То, что папа забыл корм, да, это мне 40 минут где-то придумалось. Но знаете, что забыла я? Лестницу для Вивы. Ну, это тупо, конечно, это очень было тупо. Вивы, закрой уши, потому что я не знаю. Какого фига! Мне придется что-то выдумывать, придумывать с подушками, делать ей не лесенку, а какую-то, типа, горку, по которой она будет забираться на кровать, потому что... Через 600 метров поверните налево. Это пипец. Я приезжаю к дому папы, и здесь у них есть торговый центр, и у них там есть вот зоомагазин прям недалеко. И я буду как раз мимо него проезжать. Но я просто сомневаюсь, что там есть лестнинги, но я бы на самом деле купила. Не потому что я, типа, забыла, буржуйка, типа, у меня куча денег на кучу лестниц постоянно покупать. У нас дома две, на даче тоже две у мамы. Ну, так вышло, что две. Вот на даче у дедушки нет ни одной, и постоянно возить с собой лестницу это очень неудобно на самом деле, потому что у нас дома должно быть их две. Одна на диван, другая на кровать. Хотя, по сути, на диван Вива очень редко поднимается, и логично можно было бы ее... Отвезти на дачу, не покупать новую. Вивочка уже плачет. Ну, сейчас мы доедем. Так писать хочет, наверное, что уже плачет. Мой маленький. Зато смотрите, какое классное у нее кресло дорожное. Его можно вот так вот отвернуть, но я этого не делаю, чтобы, если что, она вот, типа, сюда долбилась. Если мама резко тормозит, но мама обычно резко не тормозит. Ну, мало ли что, на дороге всякое бывает. Так что, вот, кстати, этот ТЦ. Да-да, вот такая, вот, я дуреха. Ну, ладно, мы едем не на неделю, на два денечка. Что-нибудь придумаем, не грусти, Вив. Дядя, мам, ну ханюй. Я вижу, что ты пить хочешь. Сейчас приедем, попьешь солнце мое. Сейчас. Бедненький мой Трисогускин. Короче, я решила заехать в промежуточную точку. Вива уже думает, что мы-то ехали. Ты мой несик. Там есть зоомагазин. Я хочу сейчас туда зайти с Вивочкой. Вивочка, там люди ходят, да? Ты думаешь, что это твои бабушки и дедушки? Так, так что, пошли, Вив, поищем. Вдруг лестница будет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы с дедушкой в подвале нашли. О, вот еще. Вторая фотоальбом. Знаешь, что я помню с твоего дня рождения, вот с этого? Когда папа тебе пел, дорогие мои старики. Помнишь? Это круто. А вон у тебя почти такая же фотка висит под телевизором. Угу. А температура поднялась тогда у меня. У тебя? Да. Почему? Заболел? Да. Это перед операцией было? Да, перед операцией. Тут однюха у тебя была. Смотри, еще курить можно было в ресторанах. Все с сигаретами сидят. Угу. А, да, вот это они вдвоем пели с Олегом, да? Восторожно, да. Прикольно. Так здорово, нашли старый альбом. Мы с морем сидим. Я уже на даче. Второй день. Вчера убиралась. Сегодня тоже планирую продолжить. А сейчас я режу мясо, потому что у нас сегодня будет шашлык. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К дедушке помогала ему Мы там разбирались Нашли в подвале Фотоальбомы Разные старинные Прикольно Интересно У нас в подвале очень много хлама Будем разбирать его Выкидывать Закажет дедушку машину Все оттуда вынесу Потому что Ну короче мы туда спускались Смотрели что-то вообще нужного Ненужного И как бы там ничего для меня нужного нету Все очень старое Хлам Рассказываю что я делаю Я сейчас волосы накручиваю Хочу легкую волну Сегодня у меня просто сумасшедший день Мне нужно снять две рекламы Я не знаю как все успеть Все потому что вот видите Я захотела поехать на дачу дедушки Буквально на два дня Из-за этого у меня просто Весь график офигел И мне все вот приходится делать в один день Поэтому никогда не откладывайте на завтра то Что можете сделать сегодня Поэтому и еще так вышло Что конечно же никто Сегодня мне не сможет помочь Кроме Славы Но он уехал сейчас И вернется пока я не знаю когда Я вот так вот быстро накручиваю волосы Потому что мне не нужно сильно Накрученная легкая волна Нужна короче Сейчас я буду снимать Рекламное видео для инстаграма Про мой идеальный весенний день Так тут все пошло по заднице Конечно мой идеальный весенний день Это я просыпаюсь Никуда не тороплюсь Не то что сейчас Но что поделать В любом случае Надеюсь получится хорошо Буду снимать Получается типа Как я крашусь Как начинается мой день Хочу еще кофе сделать Я уже один выпила Но кофе хочу сделать Потому что это типа Мой идеальный весенний день Единственное что понятно Я не покажу там какие-то приемы пищи Хотя может быть Я сниму Мы сегодня вечером Со славой должны пойти в ресторан И Ну нет Не то что мы должны пойти в ресторан Мы вообще должны просто поехать в центр Потому что там мне надо снять Другую рекламу Кошмар Причем это все должно быть В вечернее время сделано Ночное Потом поймется Почему И по моему плану Сюжету Это типа Ну как бы Мой идеальный вечер Моя идеальная ночь Мое свидание Что-то такое Ну это так типа Это тезисно Если говорить На самом деле Никакой привязки К каким-то там Идеальным вечерам нет Просто Ночная Москва Мы с моим любимым Все круто Чики-куки Сказать что у меня полно сегодня дел Ну ничего не сказать Я конечно планировала встать сегодня пораньше Потому что на даче Я немножко настроила режим Из-за того что дедушка рано ложится Ну как рано там В 12 Ну в час Первый день мы вообще в 2 легли Потому что мы что-то сидели Сидели Он такой Да ладно я попозже лягу спать Вот Хотя я ему говорила Давай давай Ты не уснешь потом Но в итоге До 2 часов ночи посидели Телек посмотрели И я вот кстати Наверное Вот в 2.40 Уже спала Что-то на даче Как-то так Ну я на дачу поехала Потому что я там убиралась То есть я приехала Получается В этот же день Я Приготовила покушать Нам с дедушкой Курочки сделала Вот Рисочек Салатик У меня был вообще сумасшедший день Но я вам рассказывала В начале влога Что я Моталась Заезжала К папе домой Ну все успела И кстати На самом деле Все что не делается Все к лучшему Как-то так вот вышло Сейчас у меня там Робот пылесос убирается Так удобно вообще Конечно Чтобы я вот это вот Не ходила Тем более у меня Только такой ручной пылесос Сейчас вообще В багажнике Я его на дачу с собой возила Чтобы там удобнее было На даче убираться Потому что с большим пылесосом С проводами На второй этаж подняться Там в одну комнату Комнату сначала Подключить к розетке Потом пойти в другую Подключить к розетке Ну короче Геморрой Намного удобнее Конечно С ручным Вот так вот А еще удобнее Робот пылесос Когда вообще ничего не делаешь Просто сидишь Занимаешься своими делами Конечно же Расковыряла себе здесь морду У меня там вообще ничего нет Просто я начала ковырять Думаю Что же там такое Есть там что-то или нет И по итогу Теперь у меня там красный след А мне сейчас надо снимать Как я крашусь Как это сделать Блин Вот дура Короче Попросила бабушку Чтобы она сняла меня В парке Потому что я не знаю Когда приедет Слава Надя тоже не дома занята Карине даже писать нет смысла У нее там вообще Бесконечно Куча своих дел Понятное дело Не до моих дел Вот На самом деле Это знаете Такие разовые моменты Когда мне нужен помощник Вот это разовые моменты Потому что во все остальное время Ну как бы не надо У меня есть Слава Который мне всегда поможет Вот сегодня он мне тоже поможет Просто я не знаю Вообще-то Вот когда он собирается приехать Потому что у него сегодня Тоже свои планы были А я ему о своих Сегодняшних планах Сообщила вчера Понятное дело Так не делается Наверное Вот Мне надо Чтобы кто-то снял меня в парке Как я гуляю Наслаждаюсь Погодой Весной Сегодня просто Мне обязательно нужно Все эти дела сделать Потому что нет дождя И надеюсь Что не будет По крайней мере По погоде Я смотрела Сегодня не должно быть дождя И это Ну крайне важно Сделать сегодня Потому что Вот эти два Рекламных проекта Которые сейчас Я буду снимать Не то что я их затянула Но просто из-за дождя У меня не было возможности Снять это все Чтобы это было Вообще приемлемо И ну Нормально И логично И просто у меня Не получилось бы даже Снять во время дождя То что мне там надо снять Вот Особенно вот вечером То что мы в центр поедем То что вот сейчас Я буду снимать Когда накручу волосы Опять же таки Это у меня идеальный весенний день И как у меня может быть Идеальный весенний день Если дождь идет Да Ну Кто-то наверное Любит дождь Но просто Мне кажется Это немножко Ну Противоречит По крайней мере Моим идеалам У меня как бы Дождь это вообще не идеально Я не люблю дождь Я в принципе Почти закончила Уже чуть-чуть осталось Вообще Девять минут Болтаю И это я к тому Что видите Как быстро Я делаю волосы Ну что их делать Я же там Не какую-то супер прическу Прям делаю Обычная такая Последневная Вот я еще недавно Покрасила волосы Ну потонировала Нравится очень Что-то потемнее Они стали Кстати говоря Походу я улечу Этим летом И совсем скоро Правда Она очень мало И по работе Но знаете Я не отчаиваюсь Потому что Сначала поеду По работе Съезжу И денежку Заработаю И 4 дня Каких-то Прекрасных Проведу Ну дай бог Чтобы все точно Состоялось Пока Нет 100% Нет билетов На руках Потому что Как минимум У меня нет паспорта И поэтому Я сейчас Наверное Буду носиться Как курица Сумасшедшая Потому что Потому что Буду паспортами Заниматься Я до сих пор Не сделала фотку Это то что я хочу Сделать так же Сегодня Поэтому надо Еще накраситься Красиво Ну не Не знаю Вообще На паспорт Конечно Красятся сильно Это отстой Но я не буду Сильно краситься Потому что Во-первых Я хочу легкий Сделать макияж А во-вторых Блин Какие волосы Красивые Вами Просто Восторг Блин С одним тоном Очень красиво Прям Девчонки Если вы Долго думаете Тонировать волосы Не тонировать Оттягивайте Блин Идите Просто я Ну оттягивала Этот момент Думаю Типа Блин Ну не очень Ну что Так лень В следующий раз Что-то Как-то Запишусь В итоге Сейчас сделаю И так Кайфу Очень красиво Ну конечно У меня и так Было красиво Когда были Блики На волосах Светленькие Такие Ну сейчас Очень нравится Еще бы Не вот это Красное Пятно На моей Морде Было бы Вообще Улет Так что Короче Да Буду Снимать Да Думаю Дела хвостик, например, высокий. И я говорю то, что я их не лачу, у меня и так все держится. И кто-то мне в комментарии как-то написал, ну, конечно, у тебя и так все держится, у тебя волосы-то испорченные, вообще говно. Поэтому все хорошо держится. На самом деле, это кливит-ап, потому что у меня волосы абсолютно не испорченные, несмотря на то, что я их тонировала и так далее. Но, типа, блин, я вам говорю, они очень мягкие, у них очень хорошее качество. Мы даже концы, кстати, мне подровняли, и у меня, ну, может быть, какой-то маленький процент есть, там, сеченых волос. Но вот я трогаю, вообще они не сухие, они классные, кайфовые. Ну, конечно, я думаю, что это еще благодаря процедуре счастья для волос. Но, не знаю, я очень люблю свои волосы. Мне часто делают комплименты по поводу моих волос. Мне кажется, что это вообще гордость женская. Поэтому, девчонки, следите за своими волосами. На паспорт буду фоткаться вот так, чтобы уши было видно. Там же надо, чтобы лицо было открыто. Кстати, я думаю, на паспорт сфоткаться не с закрытым ртом, ну, типа, как обычно, вот так. А, во-первых, брови подниму и рот приоткрою, типа, как секси. Потому что, блин, у меня на старом загранпаспорте, которому 10 лет исполнилось недавно, у меня там 11 получается. Там вообще, я такой урод, я вам обязательно потом покажу. Я уже как-то показывала, но потом еще покажу. Так, все, я закончила волосы, поэтому я пошла делать себе кофе и снимать. Короче, ребята, у меня просто настоящий день. Я сейчас очень быстро нарядилась, я этот рейндж еще ни разу не надевала. У меня там даже бирка висит, и у меня нет времени я срезать. Я думаю, все, очень пофиг, быстро бежим. Короче, сейчас в машине расскажу, что за дела. Короче, спасибо большое, конечно, моей подружке Карине за то, что она вызвалась мне помочь. Но вот как всегда, как-то вот так странно получается. Короче, рассказываю, я пишу Карине, типа, то, что если вдруг она где-то на районе, не занята, и у нее есть 10 минуток потратить на свою подружку любимую, может быть, она мне поможет и снимет меня в парке, как я гуляю, наслаждаюсь солнечным днем. Кстати, сегодня вроде не холодно, я достаточно легко оделась, но не знаю, насколько это было правильное решение. Мне звонит Карина и говорит то, что, о, да, я как раз через 20 минут буду там, где тебе надо, так что давай, в принципе, нет проблем. Я такая, ну, супер, спасибо, хорошо. Все, я быстро собираюсь просто, потому что не хочу задерживать девчонок, у них свои дела, планы, и, ну, они мне сейчас помогут, спасибо им большое. Но чтобы сильно их не задерживать, я тороплюсь просто как сумасшедшая, даже не сходила в туалет просто, ничего, просто бегу как сумасшедшая. Вот уже в машине села, то есть минут 10 назад мы, наверное, поговорили по телефону, я максимально быстро, то есть я должна была еще снять на видео, как я одеваюсь, типа мой лук, но я буду это снимать, наверное, позже, не знаю, просто потому что я торопилась и решила, что это я снять как бы сама смогу дома потом. А на улице мне надо, чтобы кто-то мне помог. Ну, короче, я сажусь в машину, пишу Карине то, что я уже в машине, уже сейчас как бы поеду. Она говорит, а, типа, не торопись, мы зашли там домой к маме моей, сейчас переоденемся туда-сюда так, что у тебя 30-40 минут есть, хотя до этого она сказала, типа, через 20 минут сможешь там быть. Короче, я такая, типа, чего-ли, я уже еду, и что мне делать, ни в туалет не сходила и так далее. Ну, короче, ладно, она говорит то, что они, в принципе, уже закончили свои домашние дела. Хочу забронировать ресторан в центре, там, где мы как раз со Славой сегодня будем снимать. Хочу забронировать рейстик, не знаю, на сколько. И до этого момента надо снять, блин, мне надо снимать, чтобы ночь была. Это, получается, сначала лучше сходить в рейстик, поприть вина, потусить, а потом пойти снимать. И вечером будет прохладно, в любом случае придется тепло одеваться. Ну, пипец, но зато сейчас хорошая погода. Смотрите, как в Москве ярко и хорошо. Прикольно. Все зелененькое такое, прям глаз радуется. А это, кстати, моя музыкальная школа, в которой я училась. Первые три класса. Три года. Было, конечно, весело, но я помню, со слезами просила маму, что я хочу уйти оттуда. Честно, это жесть. Вот у меня вот эти первые три года вообще, мне кажется, никакого веселья в жизни не было, потому что очень сложно было учиться в этой школе, поскольку очень много разных других уроков. Плюс Альфеджу, вообще его... в рот ему ноги. Самый ненавистный мой предмет просто. Как, что они от меня хотят? Я никогда не понимала, как она хочет, чтобы я... Вот она играет, и чтобы я угадала, что она играет. Как она себе это представляет? Ну, понятно, для этого нужен идеальный слух и так далее. Понятно, я еще там мелкая, первые три класса. Ну, короче, вообще не нравилось. И по субботам мы учились, а в воскресенье у нас концерт. Ну, то есть, вы понимаете, да, вообще выходных не было. Я помню, я плакала, говорила маме, я ненавижу, как она меня заставляла, моя мама, вот, играть на пианино. Я в слезах, в соплях играю на этом пианино, чтобы экзамены эти сдавать. Просто, ну, вот, ребенок, ну, не знаю, мне это чуждо все. Музыка, это прикольно, не могу сказать, что я там жалею, не жалею. Я могла бы доучиться. У меня, кстати, мама закончила музыкальную школу, а я нет. Короче, ладно, буду звонить, писать Карине, потому что я уже к ним заезжаю во двор, а она вроде сказала, чтобы я их забрала. Я уже дома. Сказать, что я замороченная, ну, ничего не сказать. Короче, все мы сняли. Я забыла камеру в машине, да и, если честно, немножко не до этого было. На самом деле, из-за того, что я такой ответственный человек, мой мозг сейчас взрывается, потому что я пытаюсь успеть миллион дел за один день. И больше всего меня вымораживает то, что мне срочно нужно получить загранпаспорт. Да? И что же такое собака саптулая? Пытаюсь сделать фотографию на паспорт и закрыто около моего дома. Я не знаю, это из-за пятницы, это из-за праздников, или просто они в принципе вообще закрылись. Я просто еще не смотрела, что есть на районе, где можно сделать фото. Сейчас посмотрим. Я знаю еще места, где можно сделать. Нифига, целая фотостудия. Мне надо просто сделать фото, пламать. А, вот, кстати, через дорогу еще есть. Это я не знаю, о чем. Ой, это я знаю. Блин, там так убого фоткаться. Наверное, схожу туда сейчас, не знаю. А я уже не успела. Чего за жизнь такая? Где этот я видела? О, до девяти. Короче, я хотела забронировать столик в ресторане. Позвонила в один. Ну, нет. Ну, понятно, что пятница и все такое. Типа, это в принципе было ожидаемо. Потом позвонила в другой. Говорит, ну, нет, может, только если вот по факту вы придете и что-то освободит. Может быть, где-то на часик, чтобы вы сели, то можно что-то придумать. И думаю, да пошли, эти тхинькальные. Я в нее уже попасть не могу. Не знаю, сколько думаю. Значит, и не надо, и не судьба. Сейчас я жду, когда у меня загрузятся файлы на комп, которые я снимала на телефон. Еще я ничего не ела. Сейчас пять часов вечера. Я еще ничего не ела. Ну, да, такое бывает. Она спрашивает, почему ты худая? Да потому что я бегаю как сумасшедшая. Постоянно ее не успею даже пожрать. Значит, так. Мои планы на сейчас конкретно поправить макияж. Потому что пока я снимала, пока я монтировала, пока я ела. Макдональдс, между прочим. У меня, конечно же, все стерлось. Потом я нос чесала, чихала. Ну, короче, все как обычно. Впрочем, ничего нового. Кстати, мне просто пипец как срочно нужно поехать в ТЦ. Во-первых, у меня закончились лезвия для бритвы. Одно осталось, которое на самой бритве. Мне кажется, оно уже ржаветь начинает. Я это, конечно, шучу. Но это я просто к тому, что завтра я обязательно еду в ТЦ. Кстати, может быть, там даже можно фото сделать на документ. Что-то мне так-то все надоело. Меня бесит. Это потому что, помните, как я вам говорила, в каком-то из влогов о том, что мне срочно все это надо сделать, потому что, не дай бог, появится какое-то предложение куда-то полететь по работе, а у меня нет паспорта, и я буду потом очень сильно на себя злиться. Так вот, именно это сейчас и происходит. Ничего. Думаю, все будет хорошо, потому что поездка планируется на середину июня. А сейчас... У меня вообще полно времени. Все, расслабляемся. Ну, нет. На самом деле, все равно нужно как можно скорее сделать, потому что билеты должны купить и так далее. Я пока не рассказываю никаких конкретностей, никаких деталей, потому что у меня нет билетов на руках. И, ну, дабы все не сорвалось, может, я никуда не поеду, но дай бог, чтобы все получилось. Вот. И я вам обязательно расскажу, поделюсь своей радостной новостью, потому что туда, куда пригласили, я там еще ни разу не была. И, если честно, очень мечтаю там побывать. Думаю, даже надо сделать какую-то карту желания мне. Недавно Карина прилетела из Дубая. И когда она была там, у нас была ужасная погода, дожди. Но у нас и сейчас как бы не фонтан прям. Прохладненько. Ну, хотя бы солнышко сегодня было. То есть, ну, в принципе, норма. Я достаточно легко даже была одета. Но, понятное дело, что, ну, как бы ты ни в шортах ходишь, ни в футболке, и иногда даже холодно. Поэтому, ну, как бы не совсем то, чего хотелось бы. Уже все-таки май. Это, знаете, как говорят, типа, есть такие там какие-то поговорки, там, не знаю, как это правильно называется, когда, типа, холодно, кто-то говорит, блин, да холодно. И кто-то говорит, типа, ну, а что ты хотел? Не месяц май же. Что-то такое. И сейчас это тоже очень смешно, потому что тоже что-то, я не помню, кто мне это сказал, ну, кто-то из родителей что-то такое. Я говорю, блин, холодно, конечно, капец. И мне то ли мама, то ли... Ну, короче, не помню. Кто-то сказал, типа, ну, да, не май же. Хотя, реально, май. Ну, типа, в этом-то и прикол, что в мае уже хотелось бы, чтобы было потеплее. Охрен. Короче, я думаю, я все, вот, я его. Я такая, молодец. Господи, я такой генератор. Это просто сумасшествие. Чувствую удовлетворение, когда успеваю всякие дела. И вот сейчас, когда я поняла, что сейчас даже не середина мая, я прям успокоилась. Я сейчас поеду снимать проект. И у меня есть еще один проект с моим прошлым агентством, который я должна выполнить. И все. Ну, нет, там есть еще список брендов, с которыми могут подтвердиться проекты. И тогда я, ну, должна буду выполнить их с моим прошлым агентством. Ну, если вам интересны всякие тонкости и детали. Так, ну, в общем, поправляем макияж для того, чтобы для одного бренда доснять сториз. Я сняла сегодня видеопост. Скоро вы у меня его увидите. Я думаю, что сразу поймете, про что я говорила во влоге. Вот, надеюсь, что вам понравится, потому что я очень старалась, и мне очень хотелось, чтобы получилось прикольно. Ну, не знаю, опять же, напишите уже в комментариях, надеюсь, как вам понравится. Нет, ну, надеюсь, что да. Вот. Вообще для меня это честь. Мне очень приятно, что ко мне обращаются такие бренды, которые я знаю всю свою жизнь и пользуюсь всю свою жизнь. Ну, не знаю, это всегда вдвойне приятно. Тоже приятно, когда обращаются бренды, которые я не знала, например, даже какие-то рассылки косметику присылают. Какой-то вот бренд, например, бренд Buxem, с которым я познакомилась как раз-таки благодаря тому, что они прислали мне в подарок косметику. И вы знаете, у меня есть очень любимый их блеск, который я часто использую на видео. Ногти мои не смотрите, они ужасно отросли. Короче, вот этот блеск, он просто офигенный. И вот этот бренд, например, я не знала. И узнала, получается, познакомилась уже, когда мне прислали вот эту вот рассылку, то, что вот блогерам дарят. И я офигела. Очень крутой блеск. Я вообще, ну, не часто, типа, губы крашу. Ну, скажите, классный. Ну, реально классный. Вообще, мне сейчас им не надо было мазаться, но так, показать, что реально классный. И я его часто уже не один раз показывала, что он мне очень нравится. Вот. И, ну, просто к тому, что всегда приятно, когда к тебе обращаются бренды, которыми ты сам пользуешься. Ну, так же здорово узнавать что-то новое. И, понятное дело, что не всегда, типа, ты делаешь рекламу тому, чем ты реально всю свою жизнь пользуешься. Просто к тебе обращается, не знаю, клиент и присылает тебе продукт. И ты такой, вау, клёво, мне нравится. Ну, понятное дело, ты прежде читаешь, смотришь, что за продукт, вообще интересно тебе, неинтересно. Узнаешь про него. Но имеется в виду, что, может быть, до этого у тебя и не было этого самого продукта. Например, так же, как с помадами происходит. У тебя не было, но ты тестируешь, тебе нравится, ты рекомендуешь. Так, в принципе, и работает этот мир. Ну, в принципе, это то же самое, что сам пойдешь, купишь там какой-нибудь чайник в магазине, и потом расскажешь, типа, блин, вообще офигенный чайник, что-то классный такой. Так как всегда, я сильно себе рисую нос. Странная у меня какая-то аллергия. То она есть, то ее нет. Я не понимаю, пить мне таблетки, не пить мне таблетки, тратить мне на это деньги или нет. Но я как-то пока не трачу. Потому что я уже пропила курс один. Ну как, я так поняла, что надо их постоянно пить, пока у тебя аллергия. Но вот я пропила, у меня все было хорошо, неделю. Потом резко у меня опять аллергия. Один день. Потом нету. Потом в какой-то день опять она. Даже не знаю. Но вот, кстати, когда я была на даче у мамы, когда была Пасха, я не снимала тогда влог, потому что мне хотелось с семьей побыть, не заморачиваться всякими делишками такими. Ну не то, что это заморочки, но просто вот на лайте хотелось. Не думать о том, что ой, надо снять, показать. То есть мне хотелось посидеть с мамой, поболтать, посплетничать. Ну типа, там, с родными потусоваться, с бабушкой. Ну короче, такие дела. Я думаю, что вы понимаете, ведь я же не всё показываю в интернет, понятное дело. Я думаю, что это так странно. Иногда я какие-то вещи такие вроде обычные не показываю. Иногда могу рассказать какие-то прям шок-новости, например, там, про то, что у меня там какая-то болячка, есть ещё что-то. Хотя, казалось бы, где вот эта грань, что, ну, нормально рассказывать, чем стоит делиться, чем не стоит. Но я как-то выборочно делюсь. У меня, у меня, наверное, нету вот такого, что вот это я никогда не расскажу. Никогда. У меня было, когда я скрывала, что я корю, айкус. Было такое, да, что я это скрывала. Но скрывала я это, получается, только от подписчиков. То есть все, все в моей семье это знали. Вот, но я это скрывала. Но я, кстати, вам рассказала. Не знаю, мне просто кажется, что это так интересно. То, что все знают об этом, об этом факте, я рассказывала и так далее. Но я против максимально, что, ну, я никогда не вы, ну, вот есть реально такие вещи, что я никогда не выставлю, как я сижу, курю. Ну, не знаю, для меня это прям вообще. Я понимаю, что это, в принципе, как не то, что там какая-то пропаганда, не, вообще все это вредно, все это плохо и так далее. Мы все знаем, ну, как бы у всех свой путь жизненный, поэтому, короче, я, я просто знаю, что я когда-нибудь брошу. Но сейчас не хочу, реально, у меня ни разу не было мыслей, блин, надо бросать, не могу бросить. Вот, клянусь, есть люди, которые говорят, типа, блин, хочу бросить, не получается, или типа, вот, я уже три дня не курю. не, я не из-за этих людей, я реально открытый, говорю, мне нравится, это вредно, это плохо, но мне нравится, и пока не собираюсь. Я просто знаю, я просто хочу вдоволь насытиться вот этим действием, скажем так, потому что я знаю, что, ну, за какое-то определенное количество времени, до беременности, я буду бросать, понятное дело, я это буду делать обязательно сильно заранее, потому что мне не хочется таких приколов, когда, там, не знаю, мне врач, например, там, гинеколог, да, или кого я буду наблюдаться, когда буду беременна, скажет, типа, ой, слушайте, лучше тогда не бросать вам курить, потому что это еще больше стресс для организма, вот это мне нафиг не надо, мне надо до беременности, получается, до планирования бросить, ну, начать бросать, по крайней мере, сокращать прям сильно, упал, отрыбление, это так странно, надеюсь, не заблочит, чтобы уже в момент, когда я буду винаши, вот, дитя, чтобы я уже спокойно могла не курить, ну, типа, вы знаете, вот не пить вообще легко, вот реально, вообще легко, я даже на даче, когда, вот, к маме приезжала, что-то мы пожарили шашлыки, венчика налили, я сижу, короче, кушаю, 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 а потом такая, я понимаю, что я забыла пить вино, у меня стоит бокал вина, я забыла пить, я думаю, вот что значит, неделю не пила вино, пока болела, я не прикидываюсь, никогда не прикидываюсь, какой-то хорошей, правильной девочкой, у всех свои приколдессы, да, ну, нравится, что-то мне нравится, что-то плохое, может, мне нравится, но, самое главное, что я человек хороший, мне кажется, так, хотя я рассказывала даже в своем телеграм-канале, кстати, ссылка в описании, как-то рассказывала, что раньше я думала, что люди, которые курят, они конченые, ну, типа, блин, вообще как, они вообще, наверное, конченые, а потом, когда сама начала, я подумала, блин, так оказывается, не конченые, ничего не меняется, просто человек курит, и все, ну, типа, это так тупо, но и вред, огромный вред для здоровья, так, в общем, жду, когда потемнеет, и тогда мы выйдем из дома, потому что проектик, который мне надо снимать, мне надо снимать его ночью, типа, ночная Москва, ну, по плану моему, это как бы в центре гулять, я сегодня бронировалась, пыталась забронировать рестораны, мне все сказали, пошла нафиг, нет мест, по моим планам, я должна бросить, курить, тогда, ну, за полгода до свадьбы, точно, наверное, ну, что-то в этом духе, ну, за полгода, уже прям конкретно начать, уже, я не знаю, жизнь такая, сказаемая, но, конечно, планирую, потому что, я же прекрасно понимаю, что все это вредно, хочется уже, знаете, родить детей, курить, пить, что мне мама всегда, говорит, даже когда я какие-то с собой махинации делала, губы, колу, еще что-то, она мне всегда говорила, вот, просто, мне кажется, ну, там, типа, не то, что детство, конечно, не самого детства, когда я начала всякими этими штуками увлекаться, ну, как увлекаться, так сказала, как будто я вся эта перекаченная, я так не считаю, если честно, и она мне всегда говорила, ну, и говорит, наверное, по сей день, когда я что-то новое придумываю, типа, ты сначала детей роди, потом уже все это делай. Конечно, просто взять вот так и родить детей для этого нужно как-то ну не знаю выйти замуж еще что-то поэтому я подумала кто знает когда у меня там дети будут а я хочу сейчас виниры губы поэтому думаю извините молодой такой как сейчас я уже никогда не буду я буду только стареть и зачем мне там в 35 лет начинать делать какие-то такие штуки когда я могу уже это такое тоже это не пропаганда просто я хочу сейчас может я в 35 лет там грубо говоря мне это все не нужно будет может я вообще открою какой-то бизнес вообще перестану быть блогером и вообще буду жить день не знаю в тайге ну типа блин это просто к тому что ну и вообще мне вообще будет пофиг на все я хочу сейчас короче в общем да я не знаю насколько долгий получился этот лог насколько интересный но на этом я с вами прощаюсь надеюсь что вам понравилось видео да но было может не такой насыщенный как предыдущие но я надеюсь что вы просто по мне скучаете и любите со мной провести время даже если вы ставите меня на фон когда убираетесь готовите меня эти памперсы малышу целую ваших малышей попки вот надеюсь что все равно какие-то приятные эмоции испытываете в любом случае спасибо большое за просмотр я вас безумно сильно люблю целую внимаю оставляйте комментарии пожалуйста я все читаю мне будет безумно приятно увидеть ваше внимание будьте счастливы здоровы и всем пока